За сутки в Якутии ликвидировали 12 природных пожаров на общей площади 49 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба МЧС России по республике. Между тем, их количество растет. Всего, по оперативным данным о велесоохране, на территории Якутии на 30 июля зафиксировано 147 природных пожаров. В ведомстве отмечают, сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории девяти районов. В Горном Улусе зафиксировано 14 термоточек, в Сунтарском – 13, Кобяйском – 8, Хангаласском – 5, Мирнинском – 4, Ленском и Нюрбинском районах по три лесных пожара. На особом контроле пожары возле населенных пунктов СИТТ Кобяйского района, Кырыкы и Далыр, Верхневилюйского Улуса. Каждый день мы обнаруживаем новые лесные пожары, от 10 до 15 лесных пожаров, которые в основном происходят по вине человека. Жители региона обеспокоены задымленностью поселений. В Мирном по итогам проб атмосферного воздуха на 30 июля выявлено превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода. Почти в два раза. Он известен как угарный газ. В Ленске, несмотря на сильное задымление, все пробы, по данным ЕДДС, пока в норме. Опасения вызывают рост диоксида азота. Показатель почти достиг предельно допустимого. Диоксид азота – один из самых распространенных загрязнителей атмосферы. Участвует в образовании смога и кислотных осадков. Все эти газы отрицательно влияют на дыхательные пути, поэтому власти рекомендуют применять способы защиты. Закрывать окна и двери, проемы завесить мокрой тканью, ограничить пребывание на открытом воздухе, использовать смоченные водой маски и употреблять побольше жидкости.